Привет! Здравствуйте! Представься, пожалуйста. Меня зовут Михаил Доладов. В какой стране ты живешь? Я живу в России, но катаюсь за пухет вейкпарк. Скажи, пожалуйста, а ты давно занимаешься вейкбордом? Вейкбордом я занимаюсь примерно 5 лет. 5 лет? То есть сколько тебе лет было, когда ты только начал? Я думаю, мне было где-то 6 лет, потому что папа сказал, ну давай попробуем. Ее очень сильно просил. Скажи, пожалуйста, а кто твой тренер? Мой тренер Николай Волгин. Вы давно вместе тренируете? Мы тренируемся с ним после чемпионата России в 2012 году. Ты участвовал в чемпионате России? Да. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя регалии уже есть? Тебе сколько лет? 11. В 11 лет у тебя уже есть опыт участвования в соревнованиях? Да. Я участвовала в чемпионатах России по лебедке и по катеру. И участвовала один раз на чемпионате Европы. Ну, там я стал призером. О, как классно! А что ты скажешь по поводу соревнований в пухет вейкпарке? Ты же несколько раз уже принимала участие. Мои ощущения от соревнований – это радость и веселье. Я очень хорошо пообщался с ребятами и подружился. А у тебя есть лучшие друзья в вейке? Я думаю, мои лучшие друзья в вейке – это Мария Волгина и Захар Комаров. Классно! Слушай, твои любимые трюки какие? Я думаю, мой любимый трюк – это KGB с кикера и блайн-жач с флэда. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты проводишь на воде? На воде я провожу за день примерно 4 часа. Каждый день? Да. Каждый-каждый? То есть даже когда ты уезжаешь в Россию, ты где-то тренируешься? В России я не каждый день тренируюсь, потому что тренируюсь я только летом. Потому что зимой у нас холодно. А заниматься в бассейне мне не очень нравится. А как ты совмещаешь учебу и тренировки? Я не совмещаю учебу с тренировками, потому что когда у меня учеба, я не тренируюсь. Это зимой. Но обычно я уезжаю на сборы в Таиланд, и поэтому я делаю уроки. Классно! Расскажи, пожалуйста, а ты единственная в семье? Я был не единственной, потому что сначала начал мой папа кататься, потом мой старший брат вместе с моей мамой. Они катались, но не очень долго. Я попросила у папы, я тоже так хочу, потому что очень понравилось мне. Брат катался, катался. И я помню, у нас было совместное соревнование, и я даже помню, кто какое место занял. Я занял третье место, потом мой брат занял второе место, и Никита Климов занял первое место. Ну, потом все изменилось. Как? Потом Никита Климов перестал много кататься, и поэтому мы начали его обгонять. Но потом мой брат забросил кататься, потому что у него не было времени. То есть ты сейчас номер один среди этой тройки? Я думаю, да. Супер, мы очень любим твои начинания. У тебя такая красивая речь, это потому что у тебя мама занимается тобой, или в школе так красиво разговаривают? Я думаю, что больше мама у нас занимается по-английски, ну и по всем предметам. Расскажи, пожалуйста, мне, какое твое хобби? Мое хобби – это вейкбординг и сноукбординг. А это больше хобби, или это стиль жизни? Я думаю, это по мне так, это больше стиль жизни, но не хобби. Понятно. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть домашние животные? У меня есть домашние животные, но так, по секрету сказать, папа хочет купить вторую собаку, но маме этого он не говорит, потому что он думает, что ей не очень понравится вторая собака, и поэтому мы ей пока не рассказали, что хотим. А так у нас пока живет собака, которую зовут Томас. Порода Алабай, и она достаточно большая. Очень-очень любит детей, но не взрослых. И также, когда я еще не родился, у нас была собака Тайсон, но ее укусил клещ, и она умерла. Скажи, пожалуйста, что ты скажешь тем деткам, которые только начинают заниматься вейкбординг или приходят в вейкпарк и хотят достичь тех или иных результатов? Я думаю, что им надо больше слушаться тренера и не бояться прыгать в трюки. Спасибо тебе большое. Вам тоже спасибо. До свидания.